Когда был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровка Ивнянского района, история умалчивает. Известно точно, что к 1767 году, которым датировано первое упоминание села в летописях, храм уже был. Именно он дал название селу. В 1928 храм был закрыт. Во время войны здание сильно пострадало. Но уже после войны богослужения продолжились. В 1957 сюда прибыл старец Григорий, который провел больше 10 лет в лагерях за свою веру, но при этом сохранил душевную теплоту и любовь к людям. При нем храм обрел вторую жизнь, был полностью восстановлен. Мария Григорьевна помнит, как ходила на его службы еще в юном возрасте. Был очень хороший, уважительный такой, крестил детей нам, красиво все делал. С 10 лет ходил, родители мои тоже ходили в церковь. Поговаривают, что отец Григорий обладал к тому же даром прозорливости. Многим помог добрым советом и наставлением. Югумен Симеон приехал в Покровку в 1977-м. Будучи студентом мединститута, да так и остался здесь, пробыв на послушании у отца Григория 10 лет. По его благословению принял монашеский постриг, закончил духовную семинарию и стал священником. В том же году схиархимандрит покинул этот мир. Похранили его на территории храма. Сегодня его могила стала местом паломничества верующих. Любил Бога, которому он служил в заключении, исповедником был. Любил людей, как творение Божие. Он при жизни говорил, что будет какое-то горе, приходите, просите. Я постараюсь помочь. Правда, люди приходят, просят, помогают. Не простый храм, в котором служил отец Григорий. Югумен Симеон рассказал о нескольких удивительных случаях, самым ярким из которых было воспламенение иконы. Наш сторож зашел в храм и говорит, я вижу от иконы как бы свет. Как вот свет-прожектор по всему храму. Она вся как бы по дне находится, эта икона. Икона обновилась, она попозже закоптилась немножко. Она стала светлая, чистая. В храме самом было такое состояние, как на Пасху. Настолько вот такое радостное. Впрочем, это не единственный чудесный случай на памяти Игумена. Но важно то, говорит настоятель, что сам храм место рукотворное, наполненное человеческой энергией, служит обителью для верующих сотни лет. Я до сих пор удивляюсь, как можно было создать такое действительно уникальное творение. Здесь прекрасная акустика, размеры его. Нам, допустим, произвести какие-то ремонтные работы очень проблематично. Потому что высоко, очень большой храм, прочий. Храм Покрова Пресвятой Богородицы – место с большой историей. Намоленное, наполненное светлой энергией. И благодаря усилиям неравнодушных, благотворителей, попечителей, может стать местом притяжения для верующих не только Белгородской области, но и других регионов. Глеб Дудкин, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорье. Продолжение следует... Продолжение следует...